привет всем здравствуйте сегодня у нас с вами будет классный эфир сегодня я немножко раскрою вам моменты из предстоящей новой коллекции которую мы сделали для вас на сезон осень-зима 2023-24 я рада вам приветствовать классную новую коллекцию которая будет называться hunt club это наше воплощение последних тенденций также наше стремление передать идеи естественности и саморазвития через ногтевой дизайн причем сейчас вы посмотрите пример на оттенки сейчас коллекцию сама показывать не буду но так как сегодня про тренды буду говорить будет понятно какие цвета вас ожидают можно даже будет же пофоткать номера но я думаю что это не имеет большого значения вот мы надеемся что эта коллекция будет источником вдохновения для всех кто стремится выразить себя и найти свой путь в мире моды и стиля самым главным в этой коллекции является использование натуральных оттенков сейчас посмотрите прям правда оттенков очень много натуральных эти цвета очень спокойные где-то сочные яркие глубокие постарались выбрать такие разноперстные оттенки по фактуре по прохладности по глубине там будут и глубокие оттенки зеленого землянистые оттенки будут шиммерные оттенки в общем все то что позволит человеку выразить себя через маникюр потому что вы знаете что мы не просто про дизайн да а мы про то чтобы женщина могла самовыражаться через маникюр самовыражаться через маникюр классно и интересно как самому мастеру маникюра который оказывает эту услугу так и клиенту когда есть такой знаете вот прям разброс и диапазон очень большой есть где разгуляться в общем мы очень большое внимание оказали именно текстура ну про текстуры сейчас нет смысла много говорить да и про подтоны потому что я так думаю может быть концу недели я проведу эфир по распаковке либо может быть на следующей неделе хотя вот сейчас мне хотелось поговорить именно про тренды которые вам вас ожидают я порылась посмотрела что-то мне прикольно уже отзывается тоже нравится потому что сейчас очень много направлений стилей субкультур субкультуры которые очень сильно влияют на формирование моды из-за этого получается вот этих направлений и течениях очень много и с одной стороны блин сложно это не понимаешь блин такой разброс огромный не знаешь куда бежать особенно у кого там например проблемы с пониманием стиля во что потратить деньги в этом сезоне вот таким девчонкам сложно но с другой стороны я рада что такой огромный диапазон и разброс вообще как цветовой гаммы трендов как фактур через те же вернее тренда через фактуры через лекала через за субкультуры очень много всего давайте сейчас мы поговорим про основные то что мы выделили как компания потому что я всегда вам не устаю повторять что стиле направлений которые формируются в рамках каждого следующего сезона их очень много взять например запихнуть предстоящий сезон все невозможно мы как компания выбрали некоторые от которых уже оттолкнулись чтобы создавать ту или иную коллекцию новая коллекция она будет называться hunt club такой охотничий клуб а вы увидите когда коробочку вот правда прям такие ассоциации хотя сама фотосессия у нас она знаете там напополам часть получилось стиле old money а часть получилось да в таком природном стиле вот почему природный стиль выбрали в такой охотничий охотничий клуб но вот почему-то захотелось поработать этой осенью и зимой спокойными натуральными природными оттенками чтобы создавать вот такие уникальные образы от спокойных романтичных до каких-то вот темных глубоких гранжевых где там сейчас я покажу вам первый момент которому мы уделили очень много это блестящий total look так как у нас сейчас все равно и в том году и в этом году двухтысячный пока рулят поэтому если кто еще в том году сомневался вкладывать деньги в лекала двухтысячных потому что все равно это очень много и карга и низкая посадка имени юбки и в том числе блестящие какие-то элементы вещи по-любому двухтысячные с нами еще до двадцать четвертого года поэтому смело покупайте блестящий total look ну знаете вот как почему-то блестящее вот последний наверно лет семь или восемь всегда это только за эти заключительные всегда этап моих презентаций потому что мы если расчленим все показы каждого сезона за последние восемь лет ну там реально все равно идет какой-то процент блестящих вещей блестящие вещь вещи усыпанные стразами и пайетками продолжают завоевывать сердца женщин ну это знаете как это неизбежно особенно на нашем постсоветском пространстве это сто процентов это неудивительно то что их яркость и блеск притягивает внимание и создают неповторимый образ наша женщина она вообще не боится это использовать и посредневной жизни вот поэтому те же самые гель-лаки когда мы создаем на каждую следующую на каждый следующий предстоящий сезон все равно у нас там где-то но присутствуют блестящие гель-лаки поэтому мы обращаем внимание на этот тренд потому что еще раз в этой коллекции присутствует несколько перламутровых шиммерных девочки цвета такие сложные получились очень сложные красивые цвета прям вот ну необыкновенные взять и сколько времени потратили на колировку наверное давно столько не тратили времени на потом вот переколировали переколировали искали какие-то новые шиммеры что вот вот этот непередаваемый эффект сделать поэтому блеск он имеет место быть вообще нашей повседневности ну и потому что мы как компания это очень любим гранж сегодня это сочетание небрежности и стиля которая позволяет выразить свою индивидуальность не забывая про удобство и комфорт сейчас кстати очень много женщин кто выбирает такой стиль причем не только молодые и 35 плюс и 45 плюс потому что здесь получается можно подчеркнуть где-то и сексуальность и индивидуальность и при этом это удобство это удобно и оттенки которые в этой коллекции hunt club присутствуют они вот чем-то тоже вот таким перекликаются что если мы посмотрим на показы моды 2324 через гранж такой пост а копай апокалипсис цвета как раз вы таки видите природные тут до оттенки серого коричневого землянистого грязного зеленого следующий тренд повседневная роскошь это мое любимое такие знаете воспоминания навеянные об олдмани вообще обмани это сейчас один из самых интересных направлений которые присутствуют абсолютно везде в кино в клипах медиа там не знаю инстаграм тик ток вот стилистика использования old money сейчас прям очень многие любят и если мы посмотрим показы такая монохромная стилистика old money до монохромные аутфиты они продолжают набирать популярность может взять не такой прям откровенные old money not когда вот он монохром лекала вообще кофе я такую очень люблю в общем дизайнеры выбирают простые формы украшены необычными деталями пробуйте на этот стиль посмотреть вообще даже погуглить возможно в эту осень зайдете вот с таким стилем это же если мы посмотрим показы видите цвета какие используются даже в этом old money тоже оттенки коричневого грязно-коричневого до таких спокойных нюдовых оттенков в общем на каждый день и не только этот стиль вообще кайфовый какой еще стиль мы выбрали от romcom так очень классно весело прям хотела на нем от остановиться это стиль вдохновленные романтическими комедиями в стиле 2000-х там конца 90-х в общем дизайнеры намекают что девушкам суждено вновь отправиться на свидание с нулевыми это так и прошлые показы и вот показы которые сейчас у нас осень зима мы смотрим да потому что вот лето посмотреть очень много лекал двухтысячных и romcom он даже чуть-чуть по-другому romcom ком сложное такое название вот до сих пор выговаривать толком не могу тоже погуглите очень интересно интересные сочетания в стиле сейчас я вам покажу блондинка в законе да вот как раз я думаю что здесь многие кто на меня подписаны вы дети двухтысячных до блондинка в законе вот этот вот стиль в одежде он сейчас прям набирает обороты дрянные девчонки больше скриншота не делала ну прям вот этого очень много я даже смотрите вот загуглила вот такую штуку смотрите посмотрите посмотрела такую статистику нашла в гугле если посмотреть по цифрам а вот он как смотрите пишется romcom core как тренд если посмотреть данному смотрите pinterest запрос девушки двухтысячных стал популярнее на двести тридцать пять процентов потом наряды в дуке классных девочек на 140 процентов образы с розовыми мини юбками стали искать чаще чем на сто сорок пять процентов платья в стразах стали искать тоже чаще на девяносто процентов прикиньте винтажные нарядины в стиле девяностых и посмотрите какие это приложения это пинтерест это тик ток это молодежь они вообще-то мы не жили в эти двухтысячные но очень интересно сейчас современная молодежь они любят видите проигрывать вот эти года через стилистику фильмов вот в данном моменте это двухтысячные там конца девяностых в общем этого правда очень много ромкома он представлен на подиумах абсолютно по-разному видите он может и через блестки быть представлен и через вот такие твидовые костюмы вот через какие-то короткие юбки кофточки на пуговичках это вот прям я вспоминаю господи это вот реально двухтысячный это вот я об этом ребенком этой девушкой но я очень люблю двухтысячные если не брать в расчет например низкую посадку низкие лекала там брюки карга я такое не люблю ну это опять же на любителя что еще из таких трендов которые мы взяли к себе на вооружение это стиль индия это проявление свободы и креативности это такая знаете своеобразная фирос философия которая отражает независимость от массовой культуры это в свое время в лондоне многие артисты начинающие не могли пробиться на модные крупные звукозаписывающие компании да потому что их не брали был большой риск до что может пропал провалиться тот или иной артист да и например вложенные деньги они не окупятся и вот они тогда начали объединяться в такие сообщества музыкантов которые двигались вот без рекламы без вложения денег и так далее поэтому такой вот знаете стиль свободы свобода от массовости до такого масс-маркета в общем здесь очень много расслабленного кроя небрежности которая придает внешнему виду такой знаете романтичность повседневность в общем это достаточно продуманные силуэты с одной стороны но они продумываются за счет вот таких вот деталей каких-то необычных поэтому кто любит такое тоже обратите на этот стиль и если мы посмотрим показы через цвет потому что нас с вами интересует свет сегодня через тренд света не через тренд фактуры лекала оттенки опять же смотрите сложные сложные где-то блестящие грязные графитовые грязные зеленые грязно-серые грязно-коричневые и вот этот горчичный цвет его кстати очень много сейчас я вам еще раз напомню какая гамма вас ждет у нас вот здесь нас раз два три 4 5 6 7 8 оттенков и видите от красивых нежных до глубоких темно-коричневых грязно-графитовых и как раз среди них идет вот такой вот яркий сочный горчичный цвет он очень сложный будет тоже симпатичный потому что действительно его очень много на показах разбавляет хоть немножко вот разбавляет хоть немножко вот так выглядят наши оттенки смотрите 429 430 31 32 и еще четыре оттенка чуть чуть больше нежнятен на 425 26 27 и 28 коллекция очень необычно вот мы давно не делали так узнаете вот натурально гармонично природную коллекцию не знаю какими словами описать давайте я сейчас еще покажу тренды некоторые на которые я сама обратила внимание то что мне было интересно давайте еще раз вернемся к трендам которые нам будут диктовать уже диктуют модные показы то что в любом случае масс-маркет он никогда не обходит стороной показы до масс-маркет он также как высокая мода может опираться на направление субкультур которые сейчас распространены да там кино телевидение но в любом случае они берут все с высокая мода а высокая мода она в том числе сейчас видите удивительно искусство кино да вот сейчас фильм барби опять же посмотрите фильм барби сделан в каких в каком стиле в стиле 2000-х понимаете стиле конца 90-х это стилистика и сейчас очень много в общем нулевые насколько я была против в том году я когда увидел этот тренд думаю господи опять этот ужас то сейчас я вот прям но у меня ностальжи по 2000-м поэтому обратите внимание на этот тренд дальше какой тренд еще меня занимает сейчас мы уже говорим не о коллекции хант клуб до которую я вам сейчас продемонстрировал сейчас я показываю просто свои находки на которые я сейчас буду обращать внимание осенью когда буду одеваться тотал лук причем чем сложнее и ближе вы подберете оттенки в этом то ну какой выберете один цвет и подбираете верх низ там блузка футболка пуловер плащ все это водой цветовой гамме это прям вот опять этот тренд мне кажется то ли он уходил то ли он не уходил в общем он снова вот и очень внимательно здесь нужно как можно ближе подобрать полутона одного цвета друг другу какой мне еще тренд зашел мой любимый тренд конечно же костюмы я это очень люблю благодаря пандемии этот тренд видите прям зашел до любовь к оверсайз любовь костюмам к таким вот с мужского плеча я прям вот конечно не на приталенные хотя сейчас очень много будет приталенного потому что заходит стиль от мани но вот этот мужской костюм когда мы берем пиджак эльку xl многие покупают специально чтобы вот прям вот с мужского плеча был дальше оверсайз это прям до оверсайз никуда не делся я но это опять же вот что костюмы вот такие с мужского плеча что оверсайз это все последствия пандемии когда хочется расслабленности удобства и при этом как-то выделяться и быть не такой как все потому что оверсайз с оверсайз можно играться деним это тоже отголоски двухтысячных вот любовь зашла надолго многие модные дома прямо тотал деним делают поэтому обращайте внимание на рубашки джинсовые юбки джинсовые сейчас их просто такое количество по лекалам интересным нужно просто подбирать под свою фигуру деним ну плюс деним это такая покупка которая там на долгие года как правило кожи опять кожи очень много и в этот раз дизайнера не удивляют тем что например александр маквин модный дом если посмотреть ты например девушка идет ты думаешь что она в рубашке когда при близком рассмотрении ты понимаешь что это вот тонко тонко отделанная искусственная кожа вот поэтому сейчас так как очень много новых технологий связаны с производством искусственной кожи много возможностей сейчас много компаний модных домов используют именно много изделий из искусственной кожи и делать сейчас не знаете такие не стандартные какие-то вещи вверх там вниз а делать например рубашка да ты смотришь на ее рубашка подходишь трогаешь это не рубашка это кожаная вещь в общем интересная штука так что еще из тренда мне понравилось приталенный силуэт да поэтому кто-то будет например присматривать себе пиджак приталенный да и пальто приталенное кто-то будет например смотреть как я показывала такого мужского плеча стиле оверсайз видите вот сколько много разных направлений и каждый ищет под свой вкус и под свою фигуру самое главное возьмите классного себе стилиста сделайте шопинг хотя бы один или два раза один-два раза сходить со стилистом на шопинг у вас вырабатывается понимание как подбирать грамотно и комбинировать вещи себе базовый гардероб ну полупрозрачные ткани трендов смотрите намного больше чем я сейчас вам показываю вот но это то что вот я прям на это акцентирую внимание очень много в стиле дижнего белья очень много вот таких полупрозрачной ткани это и блузы какие-то водолазки и платья они были и в том сезоне и позапрошлом сезоне и они все еще с нами потому что 2000 они как раз этим очень сильно знамениты вот ну вот как то так такая у нас будет коллекция я думаю что уже примерно вы понимаете ближайшее время будет анонс когда будет уже распаковка новой коллекции чтобы посмотреть какие цвета какие потом какие декорации вас ждут в общем все будет очень красиво натурально природно и не скучно самое главное я вам желаю удачи сегодня у нас вечер понедельника всем пока пока